Андрей Марьянович Перестром, заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии Белмапо. Резистентная артериальная гипертензия. Та клиническая ситуация, с которой каждый из вас встречается в своей практике. Пожалуйста, Андрей Марьянович. Итак, то, что касается самого понятия артериальной гипертензии, резистентной, сегодня есть четко определение. Это состояние, при котором использование трех препаратов в адекватных дозах не позволяет достичь целевого уровня артериального давления. То есть вот так на сегодняшний день видится резистентная артериальная гипертензия. Есть еще некоторые поправки, в частности, Американская ассоциация сердца. Наряду с этим вы видите, внизу их предлагают еще одно определение. Это контроль АД, то есть достижение целевого уровня артериального давления достигается на четырех антигипертензивных препаратах. То есть вот так вот сегодня обозначена проблема. Как часто мы видим, в принципе, статистика очень разнообразная. Цифры вы видите, насколько колеблются. Ну, где-то 10-12-13 процентов. Это среднее то, наверное, число, реальное число, на которое мы должны рассчитывать. Количество пациентов с резистентной гипертензией. Причем говорить об этом, я напомню вам, что, в принципе, ведь не ответ пациентов может быть по другим причинам. Есть понятие псевдорезистентности. Сюда включаются такие моменты, как нарушение техники условий измерения давления. То есть одна из самых таких основных проблем – это манжетка не того размера. А ведь обратите внимание, у нас чаще всего стандартные манжетки. Мы не пользуемся, редко, по крайней мере, пользуемся манжетками больших, меньших размеров. То есть чаще всего идет один стандарт. Дальше. Это повышенная тревожность пациентов. И здесь такой термин, о котором мы все прекрасно знаем – гипертензия белого халата используется. Низкая приверженность к лечению – тоже очень важный компонент. Кстати, сегодня уже об этом немножко говорили. И это часто пожилые люди, у которых идет повышение артериальной жесткости, что в целом будет препятствовать давлению плечевой артерии. Отсюда, в общем-то, и совершенно другие подходы. Итак, то, что касается манжетки. Я напомню вам, стандарты предполагают, стандартная манжетка должна использоваться определенной шириной длины. Вы здесь эти показатели видите. Но если окружность плеча превышает 32 см, это должно быть основанием для использования более широкой манжетки. Соответственно, в детской практике или у людей, где окружность плеча небольшая, меньше 22 см, должна использоваться манжетка меньших размеров. И еще одно. Манжетка должна находиться на уровне сердца, независимо от положения пациента. По гипертензии белого халата термины, которые здесь используются, изолированная офисная гипертензия, изолированная клиническая гипертензия, это все синонимы. В целом, встречаемость гипертензии белого халата порядка 20-30%. Много. Достаточно высокая цифра. Поэтому, в принципе, мы с этими пациентами регулярно будем сталкиваться. А по определению, что это такое, вы, опять же, прекрасно знаете. То есть, высокое давление при повторных обращениях к лечебным учреждениям в то же самое время проведения СМАТ или домашнего мониторирования АД дает нам нормальные результаты. По-разному, в общем-то, к этой проблеме сегодня относятся. Но большая частью все-таки склоняются к тому, что гипертензия белого халата имеет меньший риск по осложнению по сравнению с истинными гипертониками. По приверженности. Тоже термин понятный. Комплайнс часто в литературе звучит. Это степень, при которой поведение пациента относительно приема препарата соответствует нашим рекомендациям. Ну и, соответственно, есть простые методы посчитать. То есть, сколько таблеток выпивается пациентам и, соответственно, сколько за определенный промежуток времени должно быть использовано. Статистика в отношении гипертоников дает вот такие цифры. Примерно 40% с первой диагностированной артериальной гипертензии в течение первого года прекращают лекарственную терапию. То есть, приверженность невысокая. И, естественно, достаточно большой процент, до 16%, это основной плохой фактор плохого контроля артериального давления. Кстати, вот недавно была публикация, достаточно такая интересная. Пациенты с разными нозологиями и приверженность. Тоже вот обратите внимание, наиболее высокая приверженность к лечению – это больные со стопорозом и с ВИЧ-инфекцией. А вот гипертоники, видите, наряду с заболеванием ЦНС имеет достаточно низкую приверженность. Низкая приверженность является ухудшением плохого контроля артериального давления. Это тоже вполне логично. Это, в общем-то, тоже вытекает из ряда обследований. Более того, низкая приверженность является причиной и увеличения неблагоприятных исходов. Вы видите статистику здесь и рост событий фатальных, смертности соответственно, и первичных катастроф сердечно-сосудистых и так далее. То есть, проблема действительно существует. Причины развития резистентной артериальной гипертензии. Сегодня разные есть статистики. Но вот публикация 2005 год, видите, более половины – это связанные с приемом препаратов, то есть с той терапией, которую пациенты принимают. И, кстати, я в конце покажу рекомендации, ныне последнего, 2013 года Европейского общества кардиологов, где одной из задач ставится оценка приема терапии. Но это очень сложно, потому что идет комбинированная терапия, там 3-4 препарата, может быть, да, и вычленить среди них неэффективное – это крайне-крайне сложно, да. Но, тем не менее, вот статистика такова. Есть российские публикации 2011 года. Цифры, кстати, очень похожие, ведь, опять же, на то, что связано с препаратами, на долю приходится достаточно большое число – почти 60%. Ну вот, если убрать эти проблемы, среди заболеваний ведущей позиции относятся к синдрому ночного апноэ, к первичному альдостеронизму, то есть к первичной гипертензии. Вот это наиболее частые причины. Обсуждаются и такие моменты, как факторы риска, потому что это действительно доказанный сегодня компонент в этой проблеме, в проблеме не ответа пациентов. Кстати, сегодня об этом говорилось, поэтому я уже так немножко забегаю вперед, пропускаю быстро. Факторы риска. То, что реально оказывает влияние – низкая физическая активность, ожирение, избыточное потребление соли, о которой сегодня говорили, злоупотребление алкоголем. Вот, кстати, банальные рекомендации по физической активности Европейского общества кардиологов – это 2012 год. То есть физическая активность 2,5-5 часов в неделю умеренной активности и от 1 до 2,5 часов интенсивных физических нагрузок. Казалось бы, небольшие достаточно цифры, но, в принципе, адекватные физические, причем акцент делается на аэробных нагрузках, позволяют контролировать уровень давления. Вы видите, снижение у гипертоников, две строчки нижние, достаточно интенсивные. А вот реальная статистика, которая опубликована, примерно 10% мальчиков, примерно 5% девочек, это подростковый возраст, выполняют рекомендуемые физические нагрузки, то, о чем мы с вами говорили. По массе тела сегодня многочисленные есть факторы, которые оказывают влияние на вот эти эффекты, обусловленные избыточной массой тела. Сегодня известно, что снижение веса на 1 кг приводит к снижению давления примерно на 1 мм ртутного столба. И есть критерии, показатели, на которые сегодня также обращали внимание. Это и индекс массы тела, это и окружность талии. Я вот подчеркиваю то, что зачеркнут, все-таки сегодня новые критерии, новые цели по окружности талии. Поэтому, опять же, в рекомендациях экспертов звучит такая фраза, что снижение массы тела действительно рекомендуется. Это первый А-класс показаний, то есть это действительно очень важная ситуация. По соли. Что мы по соли знаем? Инсульт, да, тут, в общем-то, связь доказана. Существуют взаимоотношения между избыточным потреблением соли, развитием сердечной достаточности, об этом сегодня говорилось, заболевания почек. Но есть и другие эффекты. В частности, получен прямой эффект на развитие гипертрофии левого желудочка, на прогрессирование заболевания почек, протонурии. Опосредованы эффекты избыточного потребления соли, ожирения, формирования камней в почках, остеопороз, рак желудка. Это то, что сегодня обсуждается и имеет, в общем-то, здесь связи. А вот кривые суточно мониторированные давления у пациентов во время низкой и высоко солевой диеты. Видите, насколько серьезнейшим образом по цифрам идут различия по уровню артериального давления. Ну и, наконец, исследование, опубликованное недавно, 2011 год. Снижение потребления соли 25-30%, дает снижение примерно на 25% сердечно-сосудистой заболеваемости. И получены примерно где-то оптимальные цифры, ну, в кавычках, да, наверное, оптимальные. По крайней мере, исследования сегодня показывают, что вот потребление соли порядка 5 грамм в сутки является, ну, где-то наилучшим с точки зрения развития сердечно-сосудистых заболеваний. По алкоголю, кстати, рекомендации по гипертензии 2013 года уже не приводят не только там отдельные вот эти дозы, да, о которых сегодня говорилось, а ведь появились конкретные цифры. Последняя строка, да. Суммарное потребление алкоголя в неделю не должно превышать 140 грамм мужчин, 80 грамм женщин. То, что записано в рекомендациях на 2013 год. По потреблению алкоголя, по крайней мере, опять же, исследования демонстрируют четкую зависимость. И после определенных пор, вы это видите, после 9-10 вот этих стандартных доз в неделю идет рост уровня артериального давления. То есть связь прослеживается, соответственно, это все также будет оказывать влияние на поддержание артериальной гипертензии. И более того, среди злоупотреблявших снижение давления достигалось серьезнейшим образом на фоне прекращения приема алкоголя. То есть эти эффекты были показаны. Поражение органов мишени. Очень большой процент. Видите, вот гипертрофия миокарда, это пациенты с резистентной гипертензией, примерно 55%. Встречается до ретинопатии, там 73%. То есть очень такие высокие цифры именно при наличии гипертензии. Вот наиболее частые причины. Видите, то, что среди заболеваний является важным фактором, на который мы должны обращать внимание. Синдром обструктивного ночного пноя, патология почек, заболевания почек, первичный альдостеронизм, стеноз почных артерий. Кстати, вот по заболеваниям почек, ряд крупных исследований, которые проводились, показали, что да, достаточно большой процент имеет патологию почек. Порядка 3% это было исследование. Это общая популяция, причем такая достаточно большая цифра, видите, более 3%. И в исследовании Алхат, где тоже было несколько десятков тысяч пациентов, там более 20 тысяч, опять же, было показано, что уровень кретинина является одним из предикторов плохого контроля артериального давления у пациентов. Первичный альдостеронизм. Разные исследования, но видите, насколько близко результаты, примерно 20%. А ведь сегодня эту проблему уже поднимали, да, это проблема избыточного уровня, высокого уровня альдостерона. То есть вот эта ситуация, она тоже серьезнейшим образом влияет на контроль артериального давления. Стеноз почечных артерий. Статистика достаточно интересная. Если посмотреть на такой значимый, двухсторонний стеноз более 70%, ангиографически выявляется у 20% пациентов с артериальной гипертензией. Очень высокая цифра, поэтому тоже на нее, естественно, надо обращать внимание. И среди этой цифры 90% это пациенты, имеющие стеноз атеросклеротической природы. Диабет. Опять же, об этой патологии, нозологии не забываем, поскольку, как правило, ведь для контроля давления, для достижения целевого уровня требуется в среднем 3-4 таблетки. То есть 3-4 препарата в сутки – это та доза, которая позволяет добиться результата. Вот это очень важная информация. Это препараты, которые могут повышать артериальное давление. И причем здесь очень разные группы, видите, и НПВС, то есть нестероиды, и препараты, которые применяются, и различные психостимуляторы, алкоголь, оральные контрацептивы, циклоспорин. Вот последняя строчка меня заинтересовала. Это растительный компонент. Оно фидропонятно, а вот это слово «махуанг». Я потом посмотрел, оказывается, этот компонент, который входит во многие БАДы, цель которых – снижение массы тела. То есть, оказывается, мы здесь тоже получаем эффект, возможный эффект по повышению давления. По обследованию пациентов анамнез, естественно, лабораторное физикальное обследование, исключение вторичной гипертензии, СМАТ, то есть то, что нам нужно для того, чтобы с этой проблемой разобраться. Ну и вот портрет, вот, кстати, сегодня тоже говорили о портретах, да? Вот примерный портрет пациента с резистентной артериальной гипертензией. Это пожилой человек с избыточным массой тела, с ожирением, с избыточным потреблением соли. Видите, диабет часто присутствует, гипертрофия миокарда более чем половины есть, черная раса, женский пол. Ну вот примерный портрет, который сегодня сформировался в данном случае по резистентной гипертензии. По лечению. Модификация факторов риска, первое направление дает, в общем, да, достаточно хорошие результаты. Сегодня об этом частично говорилось, я тоже уже кое о чем вспоминал. Лечение вторичных причин, повышение приверженности и сопутствующая терапия. Вот рекомендации по образу жизни, видите, в принципе, мы их уже сегодня обсуждали не один раз, я пробегаю. По гипертензии белого халата. В принципе, я уже говорил, что проблема неоднозначная. И сегодня, если нами действительно устанавливается вот этот диагноз гипертензии белого халата, там, как мы уже говорили, изолированный офис на гипертензии, второй аквас показаний – рекомендации по ограничению только образа жизни. По препаратам речь идет только в том случае, если идет поражение органов в мишени, либо есть метаболические нарушения. То есть там, где риск, наверное, будет все-таки высокий, если вы используете различные методы оценки риска. Исключение различных заболеваний. Опять же, методики разнообразные. То есть вот я еще раз, наверное, акцент сделаю на тех заболеваниях, которые следует исключать. Это паренхематозные заболевания почек. Клиника, анамнез, методики, в общем-то, известные вам. Стеноз почечных артерий. Тоже две основных нозологии. Я уже говорил о тросклеротическом процессе, но, кстати, не забывайте, это эфибромышечная дисплазия. Особенно это женщины достаточно молодого возраста, где вероятность данной причины, как развитие гипертензии, достаточно высока. Кстати, вот такой тоже интересный момент. Разница длины почек по данным УЗИ. Если различие более полутора сантиметров, значит, этот факт нас должен насторожить в данном случае. Первичный гиперальдостеронизм, опять же, не забываем. Калий смотрим, то есть, альдостерон. То есть, вот эти ситуации, опять же, тоже имеют очень такое важное значение у пациентов. Феохромоцитома. Более редкие заболевания редко встречаются, но, в принципе, мы также с этим пациентом будем сталкиваться. Это, как правило, кризы. Клиника, сердцебиение, головная боль, потливость, адамнез и так далее. Синдром Кушинга. Тоже диагноз, который, в принципе, ставится по характерному внешнему виду достаточно быстро. По крайней мере, подозрения об этом у нас быстро должно идти. Теперь по лекарственной терапии. Естественно, это комбинация. И вот здесь мы должны учитывать возможные препараты, поскольку таких препаратов, как правило, будет много. Препаратов, которые должны дать эффект. Но самое важное, мы должны понимать, что из этих препаратов, которые мы назначим, они все будут работать. Потому что это тоже такая достаточно серьезная проблема. Важным компонентом является применение диуретиков. В общем, как правило, если пациенты уже на диуретика, значит, либо увеличение дозы, либо замена на другие. Если это были тиозиды, возможно, замена на петлевые диуретики. И форосимид, то же самое торосимид, здесь неплохо будут работать. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Спиронлактон или эплеринон. Вот эти два представителя идут среди основных препаратов. Но у нас ведь сегодня проблема эплеринона в сегодняшний день в Беларуси нет. Мы пользуемся спиронлактоном. Ну и, кстати, здесь существует еще одно возможное направление. Это использование альфа-блокаторов, в частности, доксозазина. Но, к сожалению, вот то, что до сих пор говорилось, я имею в виду ХСН, да? ХСН является противопоказанием для применения альфа-блокаторов, в частности, доксозазина. Вы это тоже знаете, поэтому идем дальше. Целевые цифры давления, то есть, чему необходимо стремиться. Вот как видится ситуация с позиции 2013 года. 140 на 90, то есть те цифры, которые сегодня объединяются для пациентов, имеющих в том числе и диабет, в том числе и перенесших инсульт, в том числе и заболевания почек. Поэтому вот сегодня цифры выравниваются. Единственным где-то аргументом считается снижение диастолического давления меньшее, то есть до 85, может быть, даже до 80 у пациентов, имеющих сахарный диабет. А для пациентов пожилого возраста диапазон по систолическому давлению 140-150. По препаратам, опять же, вот эта комбинация, я напомню вам, поскольку здесь все-таки будут комбинированные терапии ТИ, как сегодня видится проблема, видите, появилась красная линия, то есть между ингибиторами АПФ и сортанами, то есть то, что не рекомендуется однозначно, это впервые появилось так. И если мы ранее говорили о такой возможной комбинации бета-блокатора тиазида, то сегодня она звучит как целесообразная, то есть не предпочтительная, но целесообразная. То есть вот это изменения, которые произошли по сравнению с прошлым документом. Один из вариантов возможной комбинации, комбинация сортана и тиазидного диуретика, и вот тоже, видите, левые, даже не правые столбики, да, у пациентов с очень высоким давлением, достаточно такое интенсивное снижение уровня артериального давления. По спиронлоктону хорошие, интересные результаты были получены в ряде исследований, и, в частности, вот это исследование, которое проводилось со спиронлоктоном, исследование именно при резистентной гипертензии. Ответная реакция препарата хорошая, причем обращаем внимание, что ведь этот препарат идет в дополнение к той базовой терапии, о которой мы говорили, да, то есть это дополнительный антигипертензивный препарат. Кстати, вот недавно опубликовали результат еще одного исследования, 16-недельное слепое исследование. Два препарата между собой сопоставили, эплеринон и спиронлоктон, дозы большие, и что получили, по степени снижения артериального давления у спиронлоктона было преимущество. То есть, да, понятно, мы тут имеем гинекомастию, мужская часть, примерно 9%, это средние цифры, но, видите, по контролю давления результаты вот получились такие. Исследование слепое было. Новые препараты, антагонисты эндотелина, показали свою здесь неэффективность. Сегодня изучаются антагонисты вазопрессины, ингибиторы нейтральной эндопептидазы, синтеза альдостерона и так далее. Но будущее покажет, что нового здесь будет внесено. Пока, в общем-то, эти препараты лишь имеют теоретическое применение. Альтернативные процедуры. Сегодня обсуждаются стимуляции каротинных барорецепторов, почная денервация, ну и хирургические такие процедуры, как артериовенозная фистула и нервоваскулярная декомпрессия. По вагальной или вагусной нервной стимуляции. Вот, опять же, эти устройства дошли и сюда. И сегодня возможная стимуляция вот этой каротидной зоны будет давать снижение симпатической активности. И сегодня идут первые клинические исследования, которые, в принципе, показывают, ну, такие небольшие положительные результаты. Но, опять же, что будет далее, давайте подождем. Здесь, в общем-то, время должно все расставить на свои места. В целом, рекомендации Европейской Ассоциации по артериальной гипертензии от 2013 года, ведь они выглядят вот таким вот образом. То есть, первое, то, что я уже говорил, оценка эффективности компонентов комбинированной терапии. Очень сложный вопрос, да, но, в принципе, это надо делать. Дальше. При отсутствии противопоказаний антагонисты минералокортикоидных рецепторов, альфа-блокаторы, ну, амилорид, да, я опускаю, потому что у нас нет этого препарата. При лекарственной неэффективности могут применяться инвазивные процедуры, в том числе почечная денервация. Вот этот метод таким был очень, как бы, оптимистичным, наверное, еще год-два назад. Но, видите, сегодня эксперты написали, пока не установлена долгосрочная эффективность, безопасность этих процедур, их выполнение должно быть под контролем опытных специалистов. Ну, и к ним мы можем обращаться только в том случае, если давление ниже 160 на 110 не снижается, и речь идет, действительно, о резистентной артериальной гипертензии. Наблюдение предполагает СМАТ, предполагает оценку поражения органов мишеней, потому что это прогноз. И если назначается таким пациентом, часто пойдут антагонисты минералокортикоидных рецепторов, контроль калия, контроль креатинина. То есть эти позиции достаточно важны. Алгоритм в целом, который нас вот в этом ключе должен настраивать на работу, исключение данной позиции, он строится следующим образом. То есть первый шаг – определение термина, что это такое, мы об этом сказали. Исключение псевдорезистентности, опять же, мы эти сегодня ситуации обсудили. Выявление и контроль, и исключение, модификация факторов риска. Вот те четыре фактора риска, наиболее серьезнейшим образом влияющие на резистентность гипертензии. Исключение препаратов, которые могут повышать давление, список их достаточно большой. Исключение вторичной гипертензии. И фармакологическое лечение, которое имеет вот такие небольшие нюансы. Спасибо за внимание. С праздником еще раз. Талия Павловна, с праздником и в добрый путь. Спасибо. 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 Спасибо.